Какая была постоянная задача? Так как мы учимся, первое, что приехали все не по команде. Машины зашли, потом пожадные приехали. Не было последовательности. По прибытию на место чрезвычайной ситуации, взрыв котла с частичным обрушением, открыли два подразделения КПРЧ-39. В составе двух звеньев зашли в помещение котельной. Был обнаружен один пострадавший. Благополучно он был доставлен, вынесли, доставили скорую помощь. Была оказана ему медицинская помощь. И звенья КДЗС приступили к ликвидации отношения пожарных. Если дальше развивать это все, после пожара, конечно же, надо технику подгонять для того, чтобы разбирать завалы, плиты перекрытия и так дальше и тому подобное. По задому, значит, у нас был выход из строя генератора, электроподстанции и запуск генератора для обеспечения насосов и работы самой котельной. В принципе, с этой задачей справились. Единственное, что при начале, значит, не была организована нормальная встреча. И долго искали начальника смены, чтобы выяснить, что произошло, что случилось, чтобы он мог дать всю эту информацию. Это для замечания руководства котельной и начальника смены. Мы начинали в начале разговора о том, что есть над чем работать в этих тренингах. Потому что сегодня это на территории котельной, потом, наверное, где-то на каптогазопроводе отрабатывать ситуацию. Потом где-то там на теплотрассах, на системе ВНС, на территории ВНС. Вот так мы поэтапно будем это все отрабатывать. Будем отрабатывать, чтобы доводить все это до автоматизма. Я единственное хочу сделать замечание, сделать замечание Игорь Васильевича, извините, что мы на территории хозяев этот. Все-таки вот эти вопросы, вот эти замечания, выскаженные селевым отделом, для них надо в этих вещах мелочей не бывает. Это первое. Второе, я заметил, наверное, у нас город находится в каком-то, я не знаю, розе ветров, у нас просто так ничего не проходит. Если мы что-то не дорабатываем, он обязательно выстреливает. У нас на авось не получается. Если вдруг получается на авось, то вот как-то там, и она действительно проходит. У нас на авось не получается. Мы должны учитывать все до мелочей. И то, что сегодня, так сказать, действительно, транспорт приехал, и тут была какая-то замена, у меня тоже учебное не было. А вы представляете, если бы то, что озвучил господин Поперовник, это я решил, чтобы это было действительно. Это же сразу и нервная ситуация, и все остальное. Поэтому будем учиться, будем отрабатывать, будем учиться. До автоматизма должно быть. Тогда мы будем уверены, и не мы будем уверены, а будем уверены жителям нашего города, что если какая-то создается любого рода нестандартная ситуация, что соответствуют службы, примут все необходимые меры, а главное вовремя, для локализации, исправления, восстановления и так далее. Поэтому товарищу Иру Васильевичу Чуунику уже говорил спасибо за то, что он нас принял за это. Я думаю, что в связи с тем, что не все было так, как надо, мы еще одно учение проведем на территории Котельной, и я надеюсь, что в следующий раз уже все будет. Без задорников и сущих. Спасибо. Александр Владимирович, есть какие-то у нас еще что-то получше? По поведению дежурной смены? Да. В 10.46 поступила вводная начальнику смены о том, что произошло отключение электроэнергии и взрыв котла. Значит, начальник смены дал команду операторам по отключению электроэнергии, остановке котла, и один оператор проводил работы по закрытию на ГРУ садовички. Прократить подачу газа и сброс газа на свечу. Потом, значит, в 10.48 было оповещены службы МЧС скорой. Единственное, что неправильно сделало, это первый звонок поступил директор Котельной. Сначала вызываются службы, потом вызывается администрация. Пока службы собираются, прибывают, до этого времени достаточно, чтобы провести директор. Поэтому, как бы, работы, скажем так, начальника смены были правильные. Поэтому, как сказали учения у нас произошли внезапно, все поехали быстро в очередь. И просто поэтому задержка-то произошла в том, что он выполнял свои работы. После того, как он оповестил, и ему было доложено операторами, что все его команды выполнены, значит, он дал команду на эвакуацию через пожарную лестницу. Второй вот все на руках, чтобы было сделано правильно абсолютно, потому что за горание внизу, тогда бы через задымную зону они бы не смогли эвакуировать. Вот. И у меня только одно замечание, значит, это доработка. Это не доработка, я считаю, энергетического, это энергетика, да. У вас должна быть разработана инструкция тушения пожаров в электроустановке. Эта инструкция определяет порядок выдачи дозвила или допуска на тушение пожаров. А начальник это должен делать либо электродежурный, либо энергетик. Возвим дал начальник смены, который не имеет этого права, на простой бумажке. Ну, это не документ, это неправильно. А эти вопросы очень серьезные. Потому что, не дай Бог, это что тушить, а что-то где-то не допущено, не это самое. В чрезвычайной ситуации человек немножко это самое волнуется, нервно может что-то не допущить, и могут еще пострадать и наши, которые будут принимать участие. Так, у нас это хорошо. Так, появляется еще одна задача. Это надо, ребят, если есть у нас моменты, связанные с некачественными или неразработанными, или не на все случаи, которые могут возникнуть, ну, давайте будем организовать, приглашать либо силами вашей службы, либо кого-то приглашать, откуда надо директоров и техническую службу в предприятии садить за парты и учить. Элементарно, учить. Как инструкции вырабатывать, хотя этих инструкций сегодня интернет где угодно, если есть проблемы, либо в этом направлении организовываем, тоже ставим себе задачу, организуем какую-то рабочую группу, из числа людей, может быть, на кого-то приглашаем с областного управления в этом месте, проверяем все коммунальные предприятия и все службы на все случаи жизни возникновения разных, ненормированных, так сказать, техногенных ситуаций разного характера, и чтобы на каждом предприятии были выписаны разработанные инструкции по действию личного персонала той же другого предприятия. Сегодня мы накатили, имеем проблемы, завтра мы введем, сделаем воду на каком-то другом там моменте, где-то на Болерной или на вот этой всем хозяйстве ютке, я думаю, что там ситуация тоже... Николаевич, есть такое у нас обучение попозже к минимуму? В принципе, не вопрос, как бы... Надо учиться, надо учиться, не только... Я не считаю, что это надо, либо посмотреть, как это будет более эффективно, или это на каждом предприятии, учитывая специфику каждого предприятия, техническое руководство, технический персонал обучать, либо это некоторые темы объединить и собирать всех вместе. Давайте мы над этим подумаем. И в первую очередь, для того, чтобы требовать у людей правильных действий, надо научить, а потом потребовать. И раз меня научили, я требую, но всегда где-то не сослепуется. Все, спасибо за информацию. Можно вопрос еще? Про те средства защиты, которые были использованы спасателями, вот у них были маски такие одеты, для чего они нужны? Значит, это МСА Ауэр, немецкие аппараты на сжатом воздухе. Значит, пожарные одевают, приходят в непригодную зону, в задымленную зону, одевают эти аппараты для защиты органов. Это нам город купил, вот, и сейчас еще три аппарата купили, вот мы должны купить в следующей неделе девять масок, и будет еще, значит, эти три аппарата, они будут еще на пострадавших. То есть, человек пожарный сам одевает, и когда, допустим, уводят или выносит паспортаж, одевают на паспортаж, он сможет нормально решать. А тут были какие-то особые требования к защите, к средствам защиты, когда вот газ, когда есть опасности? Особые требования, конечно, есть. Ну, когда там вот здесь взрыв с газом, в первую очередь, это тушит газовая служба, нужно переклить подачу газа. Потом это машинка. Правильно. А тушит водой? Да. Спасибо.